Разлив нефти на воде – настоящее экологическое бедствие, уничтожающее флору и фауну целого региона. Работы по восстановлению поврежденных разлившейся нефтью экосистем сложны, длительны по времени очистки и достаточно дорогостоящие. Очень важно ликвидировать опасность как можно скорее, любым возможным способом. Обычно это делают механически, с использованием сорбентов. Новый альтернативный способ предложили австралийские ученые из Вулангунгского университета. Они предлагают собирать разливы нефти при помощи обычного магнита, предварительно добавив в нефть частицы оксида железа или магнетита. В своей статье, опубликованной журналом Physical Chemistry Chemical Physics, специалисты показали, что крошечной диаметром всего 25 нанометров частицы магнетита при попадании в загрязненную нефтью воду накрепко связываются с каплями нефти. В отличие от многих других веществ, применяемых при очистке воды от нефти, такие наночастицы способны воздействовать и на образовавшуюся на поверхности воды пленку нефти, а также на тяжелые сгустки нефти, погружающиеся под воду. Облепленная наночастицами нефть становится настоящей ферромагнитной жидкостью, которая сильно реагирует на внешнее магнитное поле и легко собирается с поверхности воды при помощи магнитов, после чего накапливается на борту специальных судов. Очищать собранную нефть от железных частиц будут стационарные магнитные установки, разработанные по принципу магнитной сборки Халбаха. В процессе очищения частицы прилипают к поверхности таких магнитов, а нефть стекает в особую емкость. После сепарации, отделения частиц от нефти, магнитные частицы можно использовать повторно. По словам ученых, собранная нефть также будет пригодна для использования, что должно создать дополнительный экономический стимул для проведения очистных работ. Специалисты утверждают, что такие наночастицы не токсичны для живых организмов. К тому же, за счет магнитных свойств их можно держать под контролем и при необходимости удалить из окружающей среды. Способ сбора нефтяных разливов с помощью магнита пока что не тестировался вне стен лаборатории, однако у него есть все шансы превратиться в успешный проект. Приглашаем ученых и всех заинтересованных лиц к обсуждению возможностей разработки и использования технологий по сбору нефти с помощью магнитов. Если вам известны другие технологии, способные помочь людям в изменяющейся климатической ситуации в мире, присылайте информацию о них на почту info.sobaka.geocenter.info с пометкой «Для климат-контроля». Подробнее о климатических событиях в мире и решении климатических глобальных проблем читайте на сайтах geocenter.info, allatravesti.com и allatradefiscience.org, а также в докладе ученых AllatRa Science о проблемах и последствиях глобального изменения климата на Земле, эффективные пути решения данных проблем. Если вам понравился наш выпуск, ставьте лайк, делитесь видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал и будьте в курсе новостных климатических событий в мире. Субтитры создавал DimaTorzok